Здравствуйте, меня зовут Бо Хян и вы на моем канале Бонни Слайф. Сегодня я хочу быстренько с вами вместе собраться на мой рейс в Корею и также я хочу вам рассказать немножко о тканевых масках, потому что я сейчас его буду делать перед самолетом. Я стараюсь всегда делать тканевые маски, я об этом уже говорила. Я только что умылась, поэтому у меня волосы мокрые. Как видите, я в домашней мятой футболке. Мне нужно срочно протереть лицо тонером, потому что лицо уже стягивается. Я сейчас использую для вот этого протирания лица Beauty Water, самый известный продукт у Son & Park. Мне в принципе не очень нравится его запах, потому что он достаточно, ну пахнет не сильно, но так немножко искусственно, но зато у него очень большой объем, поэтому я вообще не жалею и каждый день вот так вот протираю лицо. Это мое любимое занятие, потому что у меня диски от COSRX закончились. Вот. Вы знаете, что я очень люблю всякие тонеры. Уже давно вышел этот прыщик, который меня сильно мучает, но благодаря некоторым продуктам косметическим, которые хорошие, мне помогли немножко избавиться. Уже последняя стадия идет. И потом я использую быстренько Пенган Юль Эссенс Тонер, который мне очень нравится. Я сделаю как можно... Больше слоев, чтобы увлажнить кожу очень-очень хорошо. Эссенс Тонер я уже много раз показывала. Он достаточно густой, немножко скользкий такой, такая текстура, но мне очень нравится. Очень хорошо увлажняет, и когда выскакивают такие прыщики, я стараюсь максимально избегать всякие другие новые продукты и использовать то, что, к чему моя кожа привыкла, где хороший состав, где для косметику, для чувствительной кожи. Давайте сделаем еще один слой. По-моему, я уже давно не делала с вами скинкер прямо на камеру. И теперь я делаю тканевую маску. Кстати, я обычно делаю сначала тканевую маску, а потом несколько слой тонера. Сейчас я буквально когда снимала, перепутала. У меня вот такой есть мешок с масками, потому что я маски очень люблю. Вот смотрите их сколько. Это еще я постоянно переполняю, заполняю, потому что маски все заканчиваются. И мне нужно выбрать один из самых хорошо увлажняющих масок. Я думаю, вот эту маску я хочу попробовать от John Semble. Но я ее берегу, потому что у меня дана только одна. Watering Spa Start Mask. Она, по-моему, хорошо для того, чтобы подготовить кожу для макияжа, мне почему-то кажется. Поэтому, наверное, сегодня. Вот эта маска есть очень классная от FAL. Смотри, какая у нее упаковка. Но это именно больше для осветления тонны кожи лица, поэтому не сейчас. Есть такие смешные маски в виде панды, но они больше смешные, чем хорошо увлажняющие. Давайте я лучше сделаю мою любимую маску, которая... Я точно знаю, что мне будет хорошо. Это от Costa 7 Days Up Mask Set. Это понедельник. Витаминный заряд. Недавно я делала масочный марафон в Инстаграме. И сейчас она до сих пор проходит. Там уже четвертая, по-моему, неделя. Девочки активно делают маски. Конечно, эти маски вообще самые-самые лучшие, которые, не знаю, я пробовала. Одни из самых лучших. Поэтому я очень люблю эти маски. В упаковке, как вы уже знаете, надеюсь, 7 разных масок. 7 разных масок и все разные ткани, разный состав, разные ингредиенты. Нос оказался внутри. Ну и ладно. Нос я намажу. И еще самый большой плюс, что здесь очень много эссенции. Я обычно упаковку просто так не выкидываю, потому что там ее слишком много. Я ее мажу сюда. На шее обязательно. Вообще можно на все тело, но я уже на все тело намазывала лосьон. Поэтому упаковку придется оставить. И вот так мы ждем. Сколько? 10. 15 минут. Но я подожду только 10, потому что нужно торопиться. Итак, мы подождали 10 минут. Больше не надо. И за окном солнце. Вы это заметили, наверное. И мы снимаем маску. Оставшуюся маску мы не выкидываем сразу. Здесь очень много сыворотки. Мы на все тело, на шею. Вообще, я потом еще использую на все ноги. Но так как я уже в одежде, я не буду это делать сегодня. И оставшуюся сыворотку мы впитываем. Вообще, после вот этой маски очень много сыворотки остается на лице. Очень хорошо увлажняет. Это маска понедельник, витаминный заряд. Здесь много витаминов. В общем, маска для того, чтобы понедельник, день сложный. После длинного рабочего дня, после выходных так сложно, чтобы кожу наполнить витаминами. Чтобы кожа еще продержалась всю неделю рабочую. Я думаю, что даже хорошо, что я уже сначала сделала тонер. Потому что уже сейчас тонер прям не нужен. И давайте заодно я вам расскажу о некоторых мифах. Или часто задаемых вопросах. И вообще о тканевых масках. Почему они хороши. Что следует от них ждать. Почему они такие популярны. И так далее. Тканевая маска, как я знаю, это не изобретение корейское. Но именно в Корее, как и BB крем, начал пользоваться популярностью. Именно в Корее начали вот эти sheet masking. Популярный быть 7 масок в неделю. Это такой тренд. И только, наверное, в Корее есть такие маск-бары. Где вы можете найти 100 тысяч разных масок. И вы знаете, что тканевые маски в Корее, это уже такое, как туалетная бумага для девушек. Она есть всегда дома. И мы всегда берем в путешествия. Даже вот моя свекровь приносила в тканевые маски, когда мы ездили в Италию. Моя тетя здесь мне сейчас приехала тоже с тканевыми масками. То есть мы всегда стараемся как-то дополнительно кожу пропитывать. И почему это хорошо? Потому что, во-первых, тканевые маски достаточно бюджетные. То есть, ну если сравнивать с какими-то баночками, крема или эссенции, то тканевые маски стоят намного дешевле. В Корее, тем более, есть очень много бюджетных масок. Это в районе 50-60 рублей, то есть 1000 вон. Их можно много-много набрать. И второй момент – это быстрота, удобность и быстрый результат, который вы можете получить. Почему тканевые маски хороши? Потому что если мы от обычного продукта ждем, ну надо пользоваться как минимум неделю, чтобы узнать результат, то тканевые маски мы вот сделали и сразу кожа увлажненная. И поэтому я очень люблю тканевые маски. Раньше я, кстати, тоже, как и некоторые, не очень любила тканевые маски, потому что, ну они мне казались такими холодными. Еще моя сестра любила хранить их в холодильнике. И мне вот это чувство вообще не очень нравилось, когда такое что-то холодное прям ложится на лицо. Но сейчас я не кладу, кроме лета, тканевой маски в холодильник, просто в комнатной температуре. Их можно держать при комнатной температуре, там, где нет прямых солнечных лучей, ну чтобы они просто не нагревались. И сейчас у меня нет отвращения от масок. Это бывает только тогда, когда вам холодно. Да, понятно, что если вы и так замерзли, там, тканевая маска, она не теплая. Но я знаю, сколько питания она даст моей коже, поэтому я уже не сопротивляюсь. Я очень люблю тканевые маски. А сейчас я намазала крем от South Skin Solution SOS крем, Которая помогает для всех проблем. То есть это SOS крем, который нужен для того, чтобы помочь коже. У меня сейчас немножко SOS ситуация, потому что выскочил огромный прыщ. Я очень сильно устала за выходные, когда мы были на фестивале. Мало спала, много работы. И поэтому использую самое-самое то, что я доверяю. И что такое самое нейтральное, успокаивающее. И некоторые вопросы, которые часто задают про тканевые маски, Первое, сколько нужно наносить, сколько нужно держать тканевые маски на лице. Многие спрашивают, 30, час, можно, пока он высохнет, можно в них спать. А в них спать ни в коем случае нельзя. Рекомендуемое время всегда это от 10-15 до 20 минут. Бывают маски редко, которые 30 минут рекомендуют, которые совсем очень толстые. Но обычные тканевые маски в среднем 10-15 минут, ну и максимум 20. Почему? Потому что сама ткань, она пропитана эсэцей, сывороткой. Она сначала передает эту сыворотку нашему лесу, а со временем, когда уже время проходит, маска сама начинает высыхать. И высыхает не только сыворотка, но и она начинает впитывать, выпитывать, забирать влагу из кожи. Поэтому в итоге мы получаем не увлажнение, а наоборот сухость кожи. Поэтому спать в масках ни в коем случае нельзя. И когда, каким этапом нужно использовать маску? Это тоже, по вашему желанию, можно использовать сразу после умывания или сразу после тонера. Я обычно использую маски сразу после тонера, потому что после нее уже можно и сыворотки, эссенции, серумы. Но на самом деле маска сама и есть сыворотка, и эссенция пропитанная, да? Поэтому я, когда делаю маски, обычно использую тонер. Сначала протираю лицо, маску, а потом какую-нибудь легкую сыворотку, какую-нибудь питательную можно сделать. И потом уже крем. Или просто крем, потому что и так, например, вот здесь столько эссенции, что уже больше даже не хочется. Как вы уже видите, что кожа очень хорошо увлажненная. И последний этап я делаю это Ultimate Nourishing Rice Mask от COSRX. Это ночная спа-маска для лица. Она вот очень удобная. Тюбики, я очень люблю тюбики, потому что мне кажется, это очень единично и удобно. Я не люблю открывать крышки, потом еще вторую крышку, потом брать эту ложечку. Для меня это немножко сложно, потому что я люблю все такое быстрое. И эти такие флакончики удобнее носить с собой. Эта маска хорошо, супер увлажняет кожу. Ее, в принципе, можно использовать как обычный дневной крем. Но так как я сейчас на самолете, тем более рейс вечерний, я намажу прям хорошенько эту маску, чтобы кожа отдохнула. И надеюсь, что я буду хорошо спать. И еще есть вопросы по поводу того, нужно ли смывать эту маску. Тканевой маски снимать не надо. Есть некоторые маски, я пробовала в своей жизни только одну маску, которую нужно было смывать, это маска, которая так прям пенится. Но это очищающая маска, там прямо написано, что ее нужно смывать. А все увлажняющие, питательные, другие маски, успокаивающие, не нужно смывать, потому что это маска, которая пропитана сывороткой или эссенцией, которую мы наносим на лицо. И также есть вопрос о том, если, например, вы сделали маску, и кожа, например, щиплет, или вам как-то некомфортно, можно ли ее держать? В таком случае я скажу нет, потому что все индивидуально. И если от какой-то любого косметического продукта вам вообще некомфортно, вообще не стоит этим рисковать. Потому что у вас может быть индивидуальная аллергия на какой-то ингредиент. Может быть у этой маски не совсем правильный, например, состав. Или, ну, как бы все это индивидуально. И если вам некомфортно, если маска вызывает у вас дискомфорт, если прям вам хочется прям ее снять, то ее снимите и больше не пользуйтесь. Потому что, скорее всего, есть другие продукты, которые вам подойдут, а рисковать этим вообще не стоит. И, конечно, все продукты косметические, даже которые, например, подходят очень хорошо мне, вам тоже могут не подойти. Потому что у всех это как и здоровье, организм, все это индивидуально. Но все равно есть, как бы, объективно хороший состав, хорошие продукты, которые реально работающие. Есть исключения, которые могут быть исключением для вас. И поэтому любой косметический продукт, если он что-то у вас вызывает раздражение, то стоит пока не пользоваться. Но еще один такой есть момент. Например, тканевая маска, это понятно, если вы ее уже надели, и вы прям чувствуете, что что-то происходит в протяжении этих 15 минут плохо, вы ее снимаете и понимаете, что тканевой маске стало вам плохо. Но бывает такое, например, вы купили несколько новых продуктов, тонер, сыворотка, крем, нанесли, и у вас какое-то вызвало что-то красноту. И многие там пишут, о, у меня не подошел крем, у меня от него аллергия, у меня там прыщик выскочил. Но мне кажется, это немножко сложно так сказать, тем более, если, например, вы сразу использовали несколько новых средств. Причина может быть разная. Это может быть и ваш организм, ваше питание. Может быть, не знаю, вы смешали что-то то, что не нужно было. Потому что у меня была такая вот краснота, которая сразу получается от косметики. Это понятно, что точно не подошло. А когда выскакивает, например, вот такой прыщик, и сказать, что это у меня от эссенции вышло вот такой прыщик, это немножко сложно. Поэтому я думаю, что, чтобы объективно оценивать, подходит он или нет, нужно пробовать, ну, хотя бы, не знаю, один. Если это прям прыщик какой-то маленький выскочил, то я думаю, что стоит попробовать, не знаю, можно вот здесь. Обычно здесь очень чувствительная кожа. И потом уже объективно решить, подходит или нет. И еще, скорее, да, есть тренд. Уже давно уже, в принципе, он был, 7 масок в неделю. Это когда вы каждый день делаете маски, тканевые маски. Некоторые специалисты говорят, что это слишком много. Некоторые, я стараюсь немножко так, а некоторые говорят, что нормально. На самом деле, если вы выбираете хорошие маски, то, в принципе, 7 раз в неделю вы можете это делать. Просто нужно быть такой прям активной, потому что каждый день нужно будет находить 10-20 дополнительных минут. Но я бы с удовольствием это делала. Я делала и позапрошлые недели масочный марафон, и несколько раз. И так, в принципе, когда вот в последнее время, когда моя кожа не совсем в хорошем состоянии, я стараюсь делать маски почаще. И также очень-очень важно, когда вы делаете тканевые маски, хорошо очищать кожу. Я даже не представляю, какое это чувство, когда вы не домыли, не смыли с лица макияж, например, и сделали маску. Это может вызвать, вот как раз от него может вызвать и прыщик, и какие-то другие раздражения. Потому что, представляете, это, например, у вас руки не мытые, и вы приходите домой, не помыли руки, и вы таким лосьоном ночным и спите. Это то же самое. Поэтому, когда вы делаете маску, нужно быть стопроцентно уверены, что ваше лицо чистое, хорошо прям очищенное. Даже если вы делаете маску утром, то хотя бы нужно протереть лицо тонером. Потому что вы можете даже это попробовать. Вы проснулись и решили не умываться. Берете просто ватный диск, тонер, и протираете все лицо, и вы увидите, сколько здесь пыли. Это прям, ну, точно. Поэтому маску нужно наносить всегда только на чистое лицо. И последний продукт, который я делаю, это от LaNesh. Маска Lip Sleeping Mask. У меня Берри. Мне очень нравится эта маска. Я в последнее время просто влюблена. Я использую ее прям каждый день утром и вечером. И когда вот у меня остается ватный диск от тонера, я всегда вот так протираю оставшиеся от макияжа, и это удобно. И также... И также я хотела напоследок вам показать классные, красивые масочные коробки, которые мы сделали в Bonia's Pouch. Просто они очень красивые, и я не могла вам их не показать. Та-дам! Какие они симпатичные. Просто я их вживую тоже увидела не сразу. И очень хотелось вам показать. Это такие мы сделали подарочные от Mask Box, чтобы вы могли сделать подарок для себя и также для своих близких. Потому что косметика в подарок, это, я думаю, что никогда не бывает мимо, тем более корейской косметикой. Сейчас всем как бы очень... Ну, всем она очень нравится. И я думаю, что никто не будет против такого подарка. И так, мы открываем эту коробку. Та-дам! И прям этот бокс подошел под размер масок. Здесь всего находится 9 или 10 продуктов, в зависимости от того, как вы купили и когда вы ее купили. Первым лимитированным количеством мы дарим еще 10 продукт. Это маска для вот этой зоны, для зоны вот вокруг глаз и вот носогубной зоны. Наверное, никогда такого не видели, потому что я тоже видела. Это только у этого производителя. Это такая биоцеллюлозная получается, как патчи, только они вот для этой зоны. Я думаю, что если вы успели купить сейчас, как бы до этого видео, то вы эту штуку получили. Еще в наборе целых 9 разных масок. Это сейчас покажу, какие. И они прям вот в такой упаковке. И здесь их много. Здесь их много. Целых 10. Вот столько разных масок. И причем они все-все разные. Первые идут две маски. Вот такие от Secret Age. Это биоцеллюлозные маски, которые мне очень нравятся. Они состоят из двух частей. Для вот этой зоны и для верхней. Я обычно сначала делаю нижнюю часть, а потом уже верхнюю. Это Milky White Resilience Hydro Gel Mask. Гидрогелевые это маски. Они как бы для осветления тона кожи лица. И у него антиэйдж эффект, но очень приятная биоцеллюлозная маска. И вот такая тоже биоцеллюлозная гидрогелевая маска. А тоже здесь Hibiscus Petal Concentrating Hydro Gel Mask. Это питательная маска с гибискусом. Гибискус, я надеюсь, так называется. Это вот из чего и чай делают. Вот эти маски как раз, они гидрогелевые. И здесь написано, что можно использовать его держать 30-40 минут. Это, наверное, одни из самых таких масок, которые можно держать долго. Они не высыхают быстро. Вот такие две маски. А потом идут вот такие маски. Три маски. Вот одна коллагеновая маска. Она очень хорошо увлажняет. То есть она даже не для возрастного ухода. Можно и всем использовать. Она хорошо очень увлажняет. Там очень много сыворотки, так что после нее тоже можно все тело намазать этой сывороткой. Есть еще вот такие маски. Это Skin Free Trouble Care Mask. Это успокаивающая маска. У кого чувствительная, проблемная кожа, она успокаивает. Здесь 15-20 минут стандартно. Это Skin Free Pink Pink Palong Mask. Для упругости кожи, для тоже питания кожи. Тоже используем 15-20 минут. И потом, одни из моих самых любимых три маски из набора. 7 Days Up Mask Set. Ну, я уже эти маски много раз показывала. Если вы заходите в Инстаграм Бонис Патч, вы тоже постоянно их видите, потому что это наш такой прям огромный-огромный фаворит. Конечно, здесь разные маски. И в каждом боксе три разных масок. И вы не можете, конечно, выбрать. Но они все, я вас уверяю, они очень хорошие. Поэтому вот такие три масок. И еще последняя маска. Это наша новинка. Я думаю, что к тому времени, пока я выложу это видео, она уже будет на сайте. Это моя находка. С прошлой поездки в Корею. Это маска от Акне А1. Это достаточно дорогостоящая маска. Она, эта маска первый раз. Сначала мы вообще не поняли. Потому что мне ее первый раз дали попробовать до выставки, которая была в мае. И когда мы попробовали, я, Таня, еще другие девочки, мы подумали, какую-то ткань так плохо прилегает к лицу. И она какая-то суховатая, отличается от других масок. В общем, мы не поняли. А потом, когда нам объяснили, что это за фирма, и что эта маска делает, мы поняли, что мы ничего не поняли. Потому что в косметике также, я считаю, очень важно правильно понимать, правильно доносить информацию от производителя. Ну, слушать, для чего он это сделал, что там вообще. Потом только вы понимаете, как его правильно использовать, что от него ждать. Эта маска от Акне успокаивает раздражение, и именно Акне. Почему я считаю, что она работает? Потому что у меня, когда был вот такой прыщик, здесь был большой прыщик, я делаю эту маску, она прям на SOS, когда мне совсем плохо. И на самом деле, после этой маски, после 20 минут, Акне становится меньше. Я, когда у меня появилось это Акне, я не сразу делала эту маску, но потом, через 3 дня, я поняла, что мне что-то нужно, потому что оно постепенно становилось больше и больше. Потом я сделала эту маску, и на следующий день, вы знаете, когда Акне такой прям, который болит, как прям рано, прям красный постоянно становится больше и больше, как прям шрамик, и потом после этой маски, она прям как будто бы засохла, высохла, и уже сейчас, в принципе, это Акне на последней стадии, когда я думаю, что скоро уже его не будет. и у кого есть там вот такие там сыпи угревые на лбу, эта маска поможет. Она тоже вообще продается в упаковке, вообще в клиниках, а в Корее этот бренд продается только в эстетических клиниках или дерматологических салонах, но у нас есть возможность поставлять их в России в обычном, то есть в нашем магазине. Поэтому вы скоро его увидите. Она подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, раздраженную, проблемную кожу, немножко есть запах такого, немножко спирта. Это не просто обычная увлажняющая маска, именно проблемная. Поэтому у кого есть проблемы, я советую попробовать. И я думаю, что это очень хорошая возможность попробовать эту коробку, потому что здесь она, кажется, как бы намного будет бюджетнее. Вам обойдется. И еще вот такой бальзам для губ, который мы очень сильно любим. We Be Friends Hydra Trim Lip Pum. У него такой эффект, примерно как у Laneige Sleeping Mask. То есть вы, например, сделаете помаду какую-нибудь матовую и сверху чуть-чуть бальзама, получатся такие прям яркие, сияющие губы. Поэтому этот бальзам можно носить постоянно с собой, можно сделать и вечером, и утром. И очень приятно, без запаха, хорошо увлажняет губы. Итак, я вам показала супер красивую коробку и собралась вместе с вами. И вот такая у меня кожа. Наверное, я, может быть, чуть-чуть кушона нанесу. Или, наверное, сегодня я не буду ничего наносить, потому что хочу, чтобы кожа моя хорошо отдохнула. Рейс у меня в 9 часов вечера. И просто утром сделаю тонер и нанесу перед тем, как выйти из аэропорта. Итак, я надеюсь, что я сниму еще больше интересных видео, что я уже вам много-много раз обещала. Я очень рада, что вы все-таки остаетесь со мной. Скоро будет еще интересная, полезная информация. Следите за мной в Инстаграме, потому что я еду в Корею на самой крупной бьюти-выставке, которая проходит в октябре в этом году. Думаю, что я сниму много-много сторис. Если у вас есть какие-то запросы, оставляйте в комментариях. Я очень рада, что вы со мной и надеюсь, что будет хорошая погода и там, и в России. До второй встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok